Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Симулятор Автомобиля номер 2! Ну а перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видео. Это они! Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. А также по моей новой и замечательной традиции я хотел показать новых подписчиков, которым я, честно говоря, хочу передать большой привет за то, что только подписались на мой канал. И это они! Поэтому давайте передадим им всем привет и начинаем с Руденко Алексей. Дружище привет! Жёсткий СиДжей привет! Максимус Прайм привет! Тамара Бойкова привет! И Эспик Ай тоже привет! Поэтому, дорогие друзья, если вы тоже захотите получить, собственно говоря, привет от меня, чтобы ваш ник и аватарку было видно у меня на ютуб канале, прямо в видосе, то нужно просто подписаться на канал и помочь мне добить 88 тысяч подписчиков. И, наконец-таки, я думаю, вместе с вами дойдем до сотки. Я думаю, что у нас, ребят, все получится, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, потому что просмотр ролика без подписки запрещается. Вот такие вот дела. В общем, дорогие друзья, как вы могли узнать, разработка обновления уже подходит к концу и уже буквально через пару дней, возможно, через дней 5-6 мы увидим обновление. Как многие говорят, многие заявляют, я не знаю, возможно, слух, но 15 февраля у нас выходит то самое электрообновление, от которого, наверное, все мы будем в шоке. Потому что оно, наверное, будет одно из самых интересных и революционных обновлений в игре, благодаря тому, что в нем появятся новые машины электрокары. Дорогие друзья, это просто новая мета, новая, собственно говоря, я не знаю, как даже объяснить, новая физика игры того, что теперь у нас будут электромашины. То есть в игре будет тишина, ты не будешь слышать звука мотора, просто будешь слышать тишину. И это, по-моему, заслуживает действительно крутого и большого лайка, потому что, ребят, 5 новых машин. Хаммер, дорогие друзья, потом Порше Тайкан, а дальше Тесла Модел С и еще две секретных машины, название которых у нас остается под вопросом. Но по многим сливам мы уже стараемся узнать и отгадать это. И, скорее всего, у нас будут еще две электромашины, подразумевающие себя, как BMW i8 и простенько Volkswagen E4, которая может стать новой арендной машиной. Да, дорогие друзья, как вы могли понять, у нас будет вторая машина в игре от марки Volkswagen. И это, на самом деле, круто, потому что, ну, лично я бы хотел видеть хотя бы одну простенькую электротачку в игре. Либо Nissan Leaf, ну, Nissan Leaf, она как бы устаревшая. А, заметив по всем машинам обновление, то все машины свежие. Поэтому, скорее всего, это будет, дорогие друзья, именно Volkswagen i4. Потому что это совершенная уличная такая городская машина с электромобилем, с электродвигателем, которая будет не особо много тратить ресурсов и спокойно ездить для... Спокойно будет пригодна для городских поездок. И также, дорогие друзья, мы уже, в принципе, знаем, где будет располагаться у нас автосалон. Скорее всего, место его будет находиться вот тут. Хотя, я думаю, что рядом с другим автосалоном его не будет стоять. Но, как я понял, он будет располагаться возле моста. То есть, вот в этом месте у нас появится автосалон. И, ребят, ну, по-моему, это круто. Вот либо тут, либо на другой стороне моста. Вот, по-моему, по правой части у нас будет располагаться именно автосалончик. Также, ребят, уже засполировали все электрозаправки, которые появятся в игре. И это действительно круто. Либо вот тут, нет, скорее всего, значит, на другом мосточке. Где-то у нас возле моста по правой части у нас будет находиться автосалон, который будет в точь-в-точь быть похожим на вот этот. То есть, это будет в точь-в-точь копия вот этого автосалона. Я не знаю, почему разработчики не захотели делать отдельный электрический автосалон прям со своим дизайном, неподражаемым, непохожим на другой. Очень, на самом деле, обидно. Хотелось бы увидеть, собственно говоря, отдельный автосалон, который будет не похож на другие. Но, как видите, разработчики решили сделать так. Но, возможно, они еще переделают, потому что время у них есть. Возможно, они специально показали такое. Но, кто его знает, как будет на самом деле. Поэтому, посмотрим, как действительно будет уже в обновлении. Уже дождемся 15-го числа и глянем на то, что из этого выйдет. Так что, дорогие друзья, ожидаем буквально уже. Осталось совсем чуть-чуть. Скорее всего, у нас будет новый дом. Скорее всего, новый гараж. Уже это заценим прямо в игре. Осталось действительно совсем чуть-чуть. И просто будет пущечный обновление. Поэтому, дорогие друзья, ради такого, ради этой информации, я считаю, что нужно не полениться и поставить лайк на этот видос. Потому что я действительно стараюсь показывать вам действительно крутые и очень интересные новости, которые должны просто шокировать вас и добиваться того, чтобы вы тоже попали на бета-тест. Поэтому, дорогие друзья, кто этого не сделал, обязательно. Прямо сейчас, после просмотра ролика, открывайте плеймаркет. И не поленитесь, обновляйте его каждые 5-10 минут, чтобы узнать, открылось ли, доступно ли новое место в бета-тесте или нет. Потому что нужно к каждому из вас попасть, чтобы оценить эту крутую и очень интересную фичу. Потому что, ребята, это обновление будет просто топовое и, наверное, самое интересное за всю историю игры. Поэтому, ребят, обязательно все, кто на этом канале впервые, я считаю, должны подписаться прямо сейчас и нажать на кнопочку колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео по данной и очень интересной тематике. Все в ваших руках, дорогие друзья. Поэтому постарайтесь обязательно поставить все лайки. И давайте попробуем этот видос отправить в рекомендации. Вот просто, кто досмотрел до этого момента, максимальную поддержку. Вот просто максималочку. Каждый должен нажать на кнопочку лайка, чтобы видос выпал в рекомендации другим игрокам, другим людям, чтобы о моем канале узнали больше людей и также, чтобы разработчики увидели мой видос. Ну и под конец, конечно же, теперь давайте зайдем в, собственно говоря, комнату разработчиков и посмотрим, что на ней происходит. Потому что, возможно, там уже находится обновление, либо разработчики что-то делают. Но игроков действительно много. Я думаю, что есть те, кто реально занимается разработкой на этой карте. Смотря просто от расположения мест. Но, как видим, возле арт-объекта, точнее, возле строительной штучки никого нету. Но можно попробовать поехать на то место, где людей очень много. Потому что очень много людей там находится. Ну-ка, давайте-ка взглянем на секундочку буквально, что там происходит. И, походу, тут реально какая-то суета начинается. Я смотрю, тут гелики катаются. Что-то еще. Но игроков просто куча. И действительно, они чем-то занимаются интересами. Я даже не пойму, где все. Потому что на карте они разбросаны. Да, 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 да. А вот тут просто какая-то тусовка возле заправки. И, видимо, что-то они, да, делают. Как видим, тут реально разработчики OpenA Games. Да, тут, короче, зашел разработчик. Как можете видеть, это тот самый разработчик, с которым мы снимали видео. И он действительно зашел для того, чтобы, походу, засадить обнову. Вау, я просто в шоке. То есть тут разработчик. И, скорее всего, это все, все и есть разработчики. Ладно, давайте тогда не будем мешать. Пускай они тут занимаются чем-то. Ну, а мы поедем заниматься своими делами. Поэтому, дорогие друзья, обязательно ставьте лайк на этот видос. Подписывайтесь на канал. Кодовое слово в этом ролике. Пускай будет Subaru Impreza. Все, кто напишет слово Subaru Impreza, обязательно попадет в мое следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. И всем до скорых встреч.